доброе утро это особое обращение и она будет на русском языке потому что я обращаюсь ко всем моим российским facebook контактам я отмечу чуть вас позже обязательно но я хочу сказать вам одну вещь сейчас утро 11 числа 11 сентября кстати интересно 11 сентября 11 сентября вам чего эта дата не напоминает 11 сентября была террористическая атака на нью-йорк на америку и 11 сентября точно также россия сегодня она атакует ракетами своими все абсолютно все цели которые только можно представить или невозможно представить и знаете что хочу сказать я обращаюсь ко всем кто считает себя верующими и живет в россии особенно тем кто считает себя служителем вы знаете однажды была ситуация когда израильский народ хотели уничтожить во времена эсфири и мардахея и вот интересный момент такой был бог пришел через мардахея и сказал эсфири если ты промолчишь в этот момент для этого времени или избрал тебя господь и вот у меня вопрос ко всем кто сегодня служит богу в россии не для этого ли времени призвал вас бог чтобы в конце концов не говорить нам где-то там писать какие-то на эти тайные сообщения мы с вами мы за вас мы поддерживаем мы понимаем это все ужас это все ужасно что вы нам-то пишите мы так знаем что это ужасно мы сегодня видим с утра что это ужасно вы попробуйте вместе взять и написать у себя людям о том потом ужасе который происходит вы возьмите и напишите это вот туда не надо рассказывать о том что вы боитесь там о том что потом будет и потом как будет и потом кто будет проповедовать людям послушайте однажды если руководитель вашей страны доберется до своей мега идеи о том что любой ценой все мы попадем на небо и все попадут на небо я вам хочу сказать однажды будет проблема вам некого будет спасать вот в чем проблема вам некого будет спасать слушайте пришло время просто уже открыть глаза наверное как-то вообще открыть глаза включиться и понять о том что да ни с какими странами нато вы не воюете если хотите воевать если воюете со странами нато но так нападайте тогда там я не знаю на финляндию на Нападите на Швецию, на Норвегию нападаете в конце концов, там Польша, ограничите с ней. Нападите на них. В чем проблема, если вы хотите воевать с блоком НАТО? Проблема в том, что просто у какого-то человека его амбиции зашкаливают. И вы молчите об этом. Вы реально об этом молчите. Вы все об этом молчите. Вы молчите так, как будто бы, ну оно пройдет как-нибудь, мы потом помиримся. Да как мы помиримся? Как помириться-то потом, скажите? Как помириться? Поэтому давайте вы, ну, наверное, если вы хотите, чтобы в будущем оставаться или там вас называли братьями и так далее, то хватит уже, наверное, стоит, во-первых, возьмите и закройте рты некоторым людям, некоторым служителям, которые там благословляют что-то куда-то. Послушайте, что вы благословляете? Ну, куда вы можете благословить людей? Ну, убить еще больше мирных людей? Я сегодня утром поехал, вот только что забрал своего ребенка из детского сада, куда отвез его утром. Потому что, а я не понимаю, стреляют, бомбят детские площадки, не объекты инфраструктуры, бомбят детские площадки. Поэтому то, что хочется сегодня сказать вам, хочется сказать, слушайте, хватит набрать, ну, хватит держать эту воду в своем рту и делать вид о том, что мы молимся и ничего не происходит. Что вы нам пишете, что вы молитесь? Вы начните, выйдите на улицу и начните молиться за потерпевшее, ну, немножечко от всего остального ваше правительство. Вам стоит об этом, вам стоит это сделать. И еще раз хочу сказать, точно так же, как Мордохей сказал Есфире, если в это время ты промолчишь, если в это время ты промолчишь, не для этого ли времени Бог призвал вас? Не для этого ли времени Он избрал вас? Не для этого ли времени Бог дал вам веру для того, чтобы не называть черное белым? Перестаньте называть черное белым, перестаньте делать вид, что ничего не происходит. Перестаньте проповедовать проповеди, в которых вы объясняете о том, почему можно было бы вот так вот допустить и так далее. Для чего это все? Послушайте, это все только по одной причине. Мы знаем прекрасно о том, что есть, и мы читаем о том, что в последнее время будут военные слухи. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы вам не было потом мучительно больно, за бесцельно прожитые вот эти вот 293 дня этой войны, если вы действительно хотите, чтобы вам не было мучительно больно потом, то вы возвысите свой голос. А что будет? Ну, будет то, что будет. Знаете, я сейчас сижу в Киеве, и я понимаю о том, что будет то, что будет. Будет то, что будет. И поверьте, можно было бы сесть давно уже, знаете, чухая ногу об дорогу и поехать просто себе спокойно, но на самом деле я же понимаю о том, что есть время, когда ты должен просто стоять рядом с людьми, и ты должен делать то, что нужно делать. Поэтому я хочу сегодня сказать вам, хватит, хватит делать вид, что ничего не происходит. Российские друзья мои, особенно служители, хватит делать вид, что ничего не происходит. Не делайте вид, что ничего не происходит. Пора, пришло время вам что-то начинать делать, делать, а не в очередной раз. Давайте мы постей молитвы сейчас будем делать, вот будем, что вы, о чем вы поститесь, о чем вы молитесь? О чем вы поститесь и молитесь? Послушайте, Бог, есть время, когда стоит перед тобой тарелка к обеду, ты не постишься и не молишься о том, чтобы наесться. Ты берешь тарелку, ложку и кушаешь. Пришло время, друзья, что-то начинать делать. Поэтому, поверьте, это послание наполнено искренней любовью. И искренней любовью, но здравым смыслом. И Библия говорит о том, чтобы мы возвращали людей, служители, мы должны возвращать людей к здравому смыслу. В том числе к здравому смыслу. Здравый смысл, его никто не отменяет. Поэтому хочу сказать сегодня со всей любовью, которая только может быть к людям, которые спокойно, ненавязчиво смотрят на то, как уничтожают соседнюю страну. Причем, еще раз говорю, уничтожают, друзья, поверьте. Уничтожают, если вы знаете меня, вы знаете прекрасно, что я не буду врать. Уничтожают гражданскую инфраструктуру. Я буквально вернулся на этой неделе с востока Украины, куда мы ездим помогать. И я хочу вам сказать, друзья, уничтожают гражданскую инфраструктуру. Я видел, что уничтожают. Военные не уничтожают. Я был в Харькове и видел, как уничтожают гражданскую. И вот прямо сейчас, вот прямо сейчас еще очередной баба. И пишут, что еще 47 ракет летят в сторону Украины сейчас. И летят сейчас беспилотники со стороны Белоруссии. Ну вот вам молчите, но молчите дальше. Молчите дальше, что вы хотите еще. И потом вы будете рассказывать о том, что ой, какой хороший был друг. Да не был хороший друг. Потому что друг, этот друг, остается в беде. И беда сейчас приходит со стороны именно России. И пришло время вам подняться. Вы слышите, как сейчас бабахает? Вот прямо сейчас это бабахает. Это второй бабах. Меньше, чем за 20 секунд. Друзья, это все происходит сейчас в Киеве. Я хочу, чтобы вы это понимали сейчас. Вы скажете, а по Крымскому мосту? А то... Послушайте, по Крымскому мосту, давайте мы не будем обсуждать эти вопросы с вами. Поэтому сейчас еще раз хочу сказать каждому. Включитесь, друзья российские, включитесь, включитесь, выключите, выключите свою какую-то псевдопатриотику. И включите свой мозг, включите свое сердце, включите совесть, включите в конце концов веру. Выйдите на улицы. Поверьте, вас больше, чем тех, которых людей, чем те, которые могут вас остановить. Поэтому пусть Бог вас благословит. И пускай вразумит в конце концов, наконец-таки. Все, вот так вот, друзья. Сказал я то, что хотел сказать. Поверьте, никаких эмоций нет, абсолютно холодное сердце. Я помолился перед тем, как говорить сегодня то, что я говорю. Я хочу попросить тех, кто смотрит это. Если у вас есть российские друзья, поделитесь с вашими российскими друзьями. Пусть они слышат. А если есть верующие, пусть они еще и знают. Пусть до них доходит каким-то образом все это. Поэтому не надо писать, мне пишут личные сообщения. Мы с вами, мы за вас. Если не надо мне писать. Я прекрасно очень рад, что вы с нами и за нас. Вы напишите это тем людям, которые считают о том, что вся Россия поддерживает сейчас политику немножко тронувшегося человека. А может быть и сильно. Поэтому, друзья, услышьте меня. Хочу верить, что вы услышите. Хочу, очень хочу верить, что вы услышите, наконец-таки. Я сейчас поотмечаю всех вас. А если вас это не устраивает, легко можете удалиться из друзей. Доброе? Слава Иисусу Христу! Нехай Господь каждого, каждого из вас благословляет. Вот так вот.